Продолжение рубрики. Вы спрашивали, мы отвечаем. Нас часто спрашивают, как мы находим места для поездки, для отдыха. Вот приблизительно вот так. Смотрим на карту, находим где-то зеленое пятно, отправляемся к этому пятну, а дальше? А дальше просто катим, смотрим по сторонам и ищем место, где можно остановиться. Вот сейчас нам кажется, что нам было бы неплохо заехать туда наверх. Там будет меньше мошкары и лучше внешний вид. Продолжаем ехать, изыскивать. Куда глаза глядят, Володя? Да, любой даже самый страшный лес, в конце концов. Возле Астаны быстро заканчивается, и мы смотрим, и мы снова смотрим на небо. И по-моему, выбрались ближе к вершине. Так, очень много зверя. Они рады нас видеть. Поэтому сейчас попробуем заехать вон туда, на самый верх. На камере не видно, что там уровень немножко повыше. Так, для этого что у нас? Пневмо уже в верхнем положении. Включим понижайку. Включили. Дороги без того не было. А теперь его вообще нет. У нас в комплекте не оказалось прозрачных шторок. Поэтому закрылись вот такими глухими. Когда заказывали тент, не очень было понятно, что придет в итоге в комплекте. Думал, что шторки придут. Но придется, видимо, делать самим. Потому что сейчас было бы удобно. Вместо вот этих глухих шторок поставить прозрачные, из пленки. И заодно смотреть на дождь и на природу, которая тебя окружает. Спасибо. Спасибо.